Волна лжиминирований прокатилась осенью 2017 года по всей России. Чувашия не стала исключением. После нескольких тысяч атак анонимными звонками в конце 2017 года в закон о ложном сообщении о терроризме были внесены изменения. Теперь нарушителям правопорядка может грозить до 10 лет лишения свободы. А при нарушении из-за такого сообщения работы органов власти штраф до 1 миллиона рублей. Мы говорим сегодня о наказании за ложные сообщения о минировании. Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причине незначительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенные из хулиганских побуждений, наказываются штрафом от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, ограничением от свободы, принудительными работами, лишением от свободы от 3 до 10 лет. Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». С вами Татьяна Трофимова. Гость студии – заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Чувашской Республики Дмитрий Валерьевич Васильев. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте. Дмитрий Валерьевич, по 207-й статье в России осуждают ежегодно несколько сотен человек. Это серьезная проблема для современного общества? Да, вы правы, Татьяна. Это серьезная проблема. Поэтому не случайно 31 декабря 2017 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложные сообщения об акте терроризма усилена. Максимальные сроки наказания, как Вы правильно отметили, предусмотрены до 10 лет лишения свободы и максимальный штраф в случае наступления тяжких последствий до 2 миллионов рублей. Вот если подумать, это же дестабилизирует многие сферы, когда происходит такое сообщение, да? Конечно. Поэтому это преступление отнесено к преступлениям против общественной безопасности. Прежде всего оно причиняет ущерб обществу, гражданам, влечет значительные материальные затраты от влечения органов, правоохранительных органов, органов власти, органов здравоохранения, органов образования от выполнения тех функций и задач, которые они должны выполнять в соответствии с действующим законодательством. Влечет, как я отметил, большие, многомиллионные порой даже затраты. И поэтому это представляет действительно серьезную угрозу обществу. Тем не менее, такие ситуации продолжают происходить и по сегодняшний день. Я предлагаю посмотреть сюжет. В 2017 году судами Чувашской Республики рассмотрено 6 уголовных дел по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 6 граждан. Восстановлены в 2017 году обвинительными приговорами данные лица признаны виновными в совершении общественно опасных деяний. Им назначено наказание в виде исправительных работ, обязательных работ и штрафа. Буквально недавно Ленинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего горожанина, который сообщил в экстренные службы о якобы заложенной в лифте одного из домов в городе Чебоксаре-Бомбе. Приговором Ленинского районного суда 12 апреля мужчина признан виновным в совершении инкриминированного деяния. И с учетом его позиции, направленной на способствование раскрытию преступления, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Еще один недавний случай в Чебоксарах, когда 52-летний мужчина сообщил, что один из подъездов дома по проспекту Ивана Яковлева будет взорван. Полицейские незамедлительно прибыли на место. Подозрительных предметов там не обнаружили. А телефонного злоумышленника поймали в течение часа. Заведено уголовное дело. Под пристальное внимание полицейских попала женщина из Новочебоксарска. В апреле этого года она позвонила в полицию и сообщила о якобы заложенной бомбе. Около 13 часов 25 минут 23 апреля текущего года в дежурную часть МВД по городу Новочебоксарск поступило анонимное телефонное сообщение гражданки и жительницы города Новочебоксарск о том, что дословно я революционер, призываю к революции, я экстремист, я планирую заложить бомбы. Я против Путина. Как оказалось, она не собиралась совершать теракт, хотела привлечь к себе внимание, но избежать наказания ей это не поможет. Итак, Дмитрий Валерьевич, давайте конкретно поговорим о наказании максимальном и минимальном для нарушителей закона, для телефонных злоумышленников, которые сообщают о ложном минировании. Наказание у нас, соответственно, с действующим законодательством определяется судом при рассмотрении уголовного дела, в случае вынесения обвинительного приговора. Минимальное наказание, предусмотренное статьей 207, значит, составляет 200 тысяч штрафов, 200 тысяч рублей, максимальное, как я отметил, 2 миллиона рублей. Предусмотрены и иные виды наказания, все это зависит от личности, от установленных обстоятельств, при которых совершено было преступление, от наступивших последствий. И максимальной санкцией, предусмотренной данной статьей, как мы уже отмечали, составляет 10 лет лишения свободы. В каких случаях могут дать 10 лет лишения свободы? Это возможно в случае наступления тяжких последствий, либо причинения смерти кому-либо в результате совершения таких действий. Но это касается наказания совершеннолетних правонарушителей. Бывает же, что и, наверное, 14-летние дети звонят, даже до 14 лет, и хотят таким образом зло пошутить. Как быть здесь? Какое наказание? Уголовная ответственность, предусмотренная данной статьей, наступает с 14-летнего возраста. То есть законодателям этот состав преступления выделен специально в череду таких вот достаточно общественно опасных деяний. Поэтому и самый минимальный возраст, с которым наступает уголовная ответственность, предусмотрен с 14 лет. Безусловно, все это зависит от обстоятельств, как я говорил, от личности, от того, сколько раз несовершеннолетний до этого, может быть, привлекался к уголовной ответственности. Конечно же, законодательством предусмотрены сокращенные виды наказания по этой статье, как для взрослого человека. Но не будем забывать, что как и для взрослых, так и для несовершеннолетних, за ответственность которых несут их законные представители, родители, есть еще и возможность взыскания ущерба, который причинен органам власти, который органам правоохранительным. Что немаловажно, да? Конечно. Ущерб действительно большой, и в рамках уголовных дел предъявляются соответствующие исковые заявления о взыскании этого ущерба. И ответственность, если у несовершеннолетнего нет никакого имущества самого, будут нести его родители. Дмитрий Валерьевич, какими возможностями техническими и не только обладают наши правоохранительные органы, чтобы максимально быстро раскрывать подобные преступления? Как правило, эти преступления раскрываются по горячим следам. Руохранительные органы обладают достаточно широким арсеналом средств, позволяющим определить и место, откуда производился телефонный звонок, и абонентский номер. Безусловно, в тех случаях, когда звонят в специальные службы, ведется запись телефонных переговоров, которая впоследствии используется в качестве доказательств по уголовному делу, и позволяет установить личность, определить голос лица, который совершил общественно опасное деяние, уголовное наказуемое. Хорошая раскрываемость по таким преступлениям? Достаточно хорошая. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. В нашей программе есть такая рубрика, она называется «Вопросы от телезрителей». Наши телезрители присылают нам видеосообщения, либо просто текстовые сообщения, и в студии сотрудники прокуратуры на них отвечают. Сейчас я тоже вам предлагаю посмотреть вопрос от наших телезрителей и ответить на него. Мы, жители дома по улице Пирогова, 4, корпус 1, и обращаемся с очень злободневной и актуальной для нас проблемой, которая отражена вот в таком коллективном обращении. Проблема заключается в следующем. Со стороны залива построили детский сад. Мы узнали по завершении строительства, что детский сад будет иметь автономное отопление. Смонтировали трубу. Труба настолько невысока, что все выхлопные газы из трубы находятся примерно на уровне седьмого этажа. И мы задыхаемся от этих выхлопных газов. Ну, например, у сердечников, у астматиков увеличилось количество приступов. На наших балконах пыль и копоть в довольно-таки значительных приличных объемах. Вытирать устаю. На свое коллективное обращение, которое мы отправляли в разные-разные инстанции, мы получили более 25 ответов. Но ни в одном ответе нет сути нашей проблемы. Каждый ответ представляет просто формальную отписку. Выхлопные газы газовой трубы отравляют не только жителей дома Пирогова 4.1, но и всех детей, которые в это время днем находятся на прогулочных площадках. Какие требования? Просим обратить внимание на нашу проблему и увеличить трубу, что сказали реально, то есть до максимальных размеров, чтобы эти выхлопные газы были выше наших домов. Или, если это возможно, перейти, перевести отопление детского сада на центральное отопление. Спасибо за внимание. Молодец. Дмитрий Валерьевич, что можно сказать вот в такой ситуации нашим телезрителям? Как помочь, может быть? Соответствующую правовую оценку, оценку соответствующих выбросов в соответствии с их нормативом, можно дать по результатам проверочных мероприятий, которые необходимо провести с привлечением соответствующих специалистов. То есть сейчас будет проводиться проверка? Я думаю, да. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. В гостях у нас был заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Валерьевич Васильев. До новых встреч.